По преданиям древних славян, ночь на Ивана Купалу считалась бешеной. Нужно было проводить магические ритуалы и даже прыгать через костер полностью обнаженными, чтобы мужчины и женщины получали силу для продолжения рода. У березняковцев, решивших отметить этот праздник в дни современные. Гуляния выглядят намного скромнее. Для начала собравшиеся на базе клад Ермака местные предприниматели решили просто поплести венки. И релакс, и успокоение нервов, и заряжение позитивной энергии на лоне природы. Да еще и разговоры, и совместные планы на год вперед, говорит один из участников необычного праздника Владимир Атаманов. На дне Ивана Купала интересно посмотреть все это. Несколько лет назад, с 2017 года, я начал погружаться в культуру наших предков. Все вот это вот хороводные какие-то движения, там традиции, обычаи, что было у предков. И вот один из обычаев – это празднование Дня Ивана Купала. Ну а после плетения травяные украшения спускают на воду, загадывают желания. Девушкам можно нагадать себе судьбоносную встречу, мужчинам – улучшение дел. Венок в воде – как символ всего того, что нужно отпустить. Кроме плетения венков, стреляли из лука, жгли костер, пели песни и рассказывали истории. Такой необычный праздник в Березняках решили провести впервые. Организатором стал Константин Ковалев. Хороводы, веночки, природа. Пытаемся восстановить традиции, которые были раньше. Получается? Да, народу нравится. Символом праздника, как и в древние времена, стал папоротник. В мифах он в этот день якобы распускает бутоны. Вот и у березняковцев он расцвел, пусть и искусственными, но такими радостными цветами. Елена Катаева, Любовь Битнер, Кирилл Яранцев. Наши новости.